Здравствуй, дорогой друг! Сегодня мы поговорим с тобой, что делать с полами в твоем будущем доме или твоей будущей квартире. Что у тебя должно быть на полах, какое финишное покрытие. И чтобы нам было с тобой удобно разбирать, я поделил все напольные покрытия на группы, которые, условно говоря, назовем бюджетный вариант, средний бюджетный вариант и дорого-богато. Вот такие на три группы я разложу. В конце ролика я еще дам такие небольшие подсказки, которые тебе необходимо знать при выборе напольных покрытий и как соотнести их с типом дома. Но об этом мы чуть-чуть попозже с тобой поговорим. Давай сразу переходим в вариант первый. Бюджетные полы. Здесь, по сути говоря, у нас два варианта. Первый вариант это линолеум. Да, ты не ослышался? Линолеум. Хороший какой-нибудь линолеум с подложкой. Обязательно берем линолеум с подложкой, потому что по нему мягко ходить. По нему достаточно комфортно, не так сильно холодит ноги и при этом максимально легко и удобно делать самостоятельно. Второй вариант, который доступен нам в бюджетном варианте, это деревянные полы из сосновой доски. Это очень недорого. Если у тебя дом деревянный, у тебя там деревянные лаги, у тебя сам Бог велел сделать деревянные полы, которые ты можешь даже самостоятельно сделать. Единственный вопрос, который нужно понимать, что после того, как ты сделал деревянные полы, что с ними дальше сделать? Их нужно либо покрыть что-то типа воска, и они по-прежнему становятся тёпленькими, по ним приятно ходить, они приятно эстетически выглядят, но это покрытие не очень стойкое к истиранию. Иными словами там, где ты будешь постоянно ходить, и от мебели будет постоянно протираться. Раз в пять лет надо убирать всю мебель, всё шпаклевать, циклевать, прошу прощения, и заново покрывать вот этим покрытием типа воска. Второй вариант, мы можем дерево покрыть лаком, тогда это будет достаточно стойкое покрытие, оно уже не так сильно будет истираться, но у него есть какой минус. Во-первых, дешёвые лаковые покрытия, они желтеют, и второе, после того, как ты покрыл полы лаком, они становятся холодными и скользкими. К сожалению, вот такое последствие, никуда ты ничего не денешься ходить, придёт всегда в тапочках, чтобы просто банально не скользить по полу. Но я напоминаю, что это самые экономичные варианты. Если мне кто-нибудь сейчас закинет вот прям комментарий, что «Эй, алё, а как же ламинат?» Ребят, ламинат дешёвый, забыли про него. Вот то, что продаётся в Леруа по 100 рублей за километр, это всё трэш, угар и говно, и палки. Даже там палок нету на самом деле, это просто какая-то макулатура на картоне с каким-то текстурированным, выдавленным рисунком а-ля дерево. Ничего деревянного там реально нет. Эти покрытия очень плохо переносят влагу, не дай бог ты туда что-то прольёшь, твой вот этот вот дешёвый ламинат, он просто станет колом, а потом после того, как высохни, он ещё и разойдётся. Будут дичащие щели, плюс самые дешёвые ламинаты, они очень плохи к истиранию, чтобы достаточно просто два раза стулом провести следы, от которых ты никогда не избавишься. Ламинат дешёвого сегмента, это трэш, угар и не надо с ним никогда сталкиваться, это просто нехорошее покрытие. Вот два варианта, или дерево, или линолеум. Останавливаемся на них. Маленькая добавка к бюджетным вариантам заключается в том, что эти полы, что линолеум на тёплой подложке, что деревянные полы, не подразумевают никаких систем типа тёплого пола. Это только радиаторное отопление или какое-нибудь воздушное отопление. Если у нас реализована такая штука, тогда всё, нормалды. Если у нас на полах есть тёплый пол, в полу есть тёплый пол, то мы должны положить туда что-то типа плитки. Но с плиткой есть определённые такие проблемы. В принципе, самый недорогой керамогранит тебе поможет сделать в тех зонах, где у тебя тёплые полы, как раз систему с подогревом. И это будет относительно недорого. И всё-таки, точно так же, как и с ламинатами, недорогие керамограниты или, не дай бог, плитки, они не очень хорошо устойчивы к истиранию. То, что они потеряют внешний вид, быстро, к сожалению, эта ситуация произойдёт. Поэтому точно так же, как ламинат и плитку, мы переносим всё в средний бюджетный сегмент. И вот здесь, в среднем бюджете, у нас какие варианты есть. Первое. Ламинат хорошего класса, который устойчивый. Но запоминаем такую вещь, что ламинат требует точно так же, как и подложки. Просто выровненной одной поверхности недостаточно. Хотя многие производители говорят, что вот достаточно бетонное основание, положил кликфальц какой-нибудь там ламинат. Ребят, это такая звонкая штука, которая начинает потом стучать. Соседи проклянут вас. Или тебе самому будет некомфортно находиться, эхо будет дичайше. Поэтому под ламинаты нужно обязательно делать подложку. Хотя бы, хотя бы какую-нибудь тоненькую пробку. Но это нужно сделать. Я уж не говорю про фанеру или ещё какие-то такие вещи. Но подложка должна быть. Второй вариант, который нам необходимо использовать, точнее говоря, можно использовать, это уже керамограниты и плитки. Их имеет смысл применять там, где у тебя общественные зоны и пространства. Например, раньше мы всегда давали рекомендацию, если у тебя первый этаж в доме, где кухня-гостиная, санузел топочная, гардеробная. Блин, закатываем всё в плитку, везде делаем тёплые полы, не забывая радиаторы для конвекции. Это вариант удобный. Он очень стойк к истиранию. По нему очень приятно там летом ходить. И вот здесь есть такая особенность с плитками, что летом от плитки идёт прохлада. Даже в самую жару плитка будет всегда холодненькая. И если у тебя дом на югах, и у тебя жаркие дни гораздо больше, чем холодных, тогда плитка это твой вариант, потому что тебе будет комфортно. Плюс у тебя там будут тёплые полы, и ты сможешь всегда создавать такую комфортную атмосферу. Но опять же, тут есть определённый минус. Если ты находишься на севере, хорошо. Если ты находишься в средней полосе России и, например, на севере, нам психологически легче жить в дереве. От плитки просто банально дискомфортно, потому что диссонанс. Потому что плитки это часто каменные фактуры, холодные, и тебе хочется тепла. А вот плиточка это всегда немножко такой диссонанс. Это не для средней полосы России, не для севера. Там хочется дерева. Тут есть такая качественная альтернатива вариант. Есть плитка под дерево. Они прям имитируют доски целиком, даже фактуры имитируют. Есть такие. Но достаточно дорогие эти варианты. Они уже будут среднедорогие плитки. Поэтому переходим к следующему варианту, который в среднем бюджете, который сейчас стал дико популярен. Это кварцвинил. Когда-то он появился 10, 15, 20 лет назад. Я уж не помню, когда это было давно. Мы смотрели на этот кварцвинил, что типа нахрена. И нахрена у нас был вопрос, потому что он стоил тогда, как штучный паркет. Нахрена мне вот эта вот химия, как это линолеум, смешанный с кварцевым наполнителем. То сейчас его, кварцвинила, стало много. Он очень хорошего класса. Он обладает как бы такими свойствами. Он с одной стороны ближе к плитке, и с другой стороны ближе к дереву. По нему мягко ходить. По нему комфортно вообще. Они имеют все эти кварцвинилы противоскользящей поверхности. Она в отличие от плитки не скользит. При этом кварцвинила можно закатать вообще весь дом целиком. Прям вообще. И спальни, и детские, и игровые комнаты, и гостиную, и кухню. Просто абсолютно все. И не париться над тем, что очень высокая истираемость. Плюс теплые полы туда заводятся идеально. Вообще вопросов нет. И даже если у тебя нет теплых полов, по нему достаточно комфортно ходить. Даже зимой ноги не стынут. Это вот особенность материала такая. Так как он сейчас стал очень доступный, он сейчас стал очень популярным. В квартирах сейчас делают такой сплошь и рядом. А в домах достаточно часто тоже применяем. И вот здесь мне точно так же может прилететь. Эй, алло, а как же деревянные полы? Блин, с деревянными полами. Такая особенность, что если ты берешь какую-нибудь, например, инженерную доску или паркетную доску. И говоришь, что вот же есть недорогие варианты. Часто та же история, что и с дешевым ламинатом. Подложки делают хрен пойми из чего. И да, у тебя сверху будет какой-то слой дерева. Но то, что потом внизу идут, это какие-то странные материалы, которые на поверку ведут себя не очень хорошо. Поэтому если ты хочешь деревянные полы, то ребята, добро пожаловать в дорого-богато. Кто у нас в дорого-богато присутствует? Во-первых, дерево. О всех его проявлениях. Но это дерево никакая не сосна. Это дуб и ежи с ними. Твердые сорта древесины, они тяжеленные. Там стойкие к истиранию. Забыл, кстати, сказать, что сосна очень мягкое дерево. Оно и поэтому и недорогое. И от той же самой мебели, если ты не используешь специальные прокладки под столы, стулья, мебель, вот под все. У тебя будут продавливаться эти полы, и там будут оставаться следы. Под дубом, точнее говоря, на дубе, эти многие вопросы уже решаются. Но, как я говорил, вот эти деревянные полы, их самый большой недостаток, они дорогие. Что инженерная доска, что паркетная доска, что штучный паркет. Это все уже не средний вариант. Это уже реально дорого-богато. И при этом это, условно я это называю, вечная история. Штучный паркет, понятно дело, его там время от времени циклюет, покрывает заново лаком, и там узоры. Паркет может служить десятилетиями. Точно так же, как и инженерная доска, точно так же, как и штучные паркетные доски вот такие. Они служат, ну, именно десятилетиями. И даже если вдруг какой-то момент, ты не уследил, у тебя залило квартиру. То дуб, во-первых, его так сильно не раздует. И при этом, когда он просохнет, он вернется в свои линейные размеры. Плясать, как древесина какая-то более дешевая и, соответственно, более легкая, он не будет все так вести. Да, все клево, кроме цены, там есть еще одна особенность дерева. С деревом перед укладкой мы всегда должны понимать, что подкладочный ковер под деревянные полы из благородных сортов дерева должен быть очень серьезный. Там несколько слоев фанеры, плюсом используются еще какие-то звукопоглощающие материалы, например, можно там шумоизоляцию положить. Или какую-нибудь пробку и основание, которая как бы и шумоизоляция, и подложка дополнительно. И это прям целая конструкция. И эта конструкция, она дорогая. Сама по себе подложка, подкладочный ковер может стоить столько же, сколько сама деревянная доска. И нельзя смотреть в магазине, там, да, там ценник такой, там, 5 тысяч за квадратный метр, такой, могу себе позволить. Нет, не 5, а 10 тысяч. Вот в чем прикол. И плюс достаточно дорогие работы. Но это прям самый там круто хай-тек. И если ты супер такой прокачанный чувак, то тогда можно еще рассмотреть один вариант, когда полы делают из покрытия типа мрамора, когда крупные слэбовые спилы. Это что-то очень дорогое и, не, наверное, даже не будем это разбирать. Это, блин, не, не надо. Нам это не надо. Обойдемся так. У нас будет дерево везде. Второй вариант, который лучше, чем мрамор, это дорогие сорта. Хм, сорта. Плитки и керамогранита. Когда это уже художественная часть, когда это действительно очень стойкие кисти ранее. Керамогранит более стойкий. Плитки по определению не так стойкие, но они бывают прям художественные. Можно сделать прям израстцовые полы. Это будет произведение искусства. Это классно, это здорово, но это стоит больших денег. Под теплые полы, как ты понимаешь, дерево не подойдет. Плитка и керамогранит. Это в том случае, где у тебя теплые полы. В дорогом сегменте это вот все туда. И есть еще бонусом такой вариант, который я специально вынес отдельно из этих категорий. Когда у тебя есть какой-то черновой пол, черновая стяжка бетонная. Некоторые люди говорят, блин, а я вот шлифану полы и покрою их лаком. И будет недорого. Да, но есть одно, как обычно, но. Можно шлифовать полы. Это такой будет стиль лофт. Питать их каким-то покрытием. Но лаком закрыть не получится. Лаки для бетона дорогие. Если ты возьмешь дешевые лаки, они очень быстро пожелтеют. Руки, которые будут это делать, сделают какую-нибудь херню. То у тебя получится, что ты потратишь много денег. Если мы хотим прям оставить лофтовые такие полы бетонные. То, во-первых, стяжка финишная должна быть высокомарочная. Там М350 и выше. А лучше 400, а лучше 500. При этом их шлифуют, потом покрывают несколькими слоями лаков или специальных покрытий эпоксидных каких-то хитрых. И это получается очень крутой пол. Но он примерно посередине ценового диапазона. Это не бюджетное решение. Если ты хочешь все равно оставить бетонные полы, то есть покрытие типа мастик. Типа мастик, когда ты шлифанул просто, зачистил полы, обеспылил, там это грунтовкой прошел их. Покрытие, которое можно в принципе вручную там шпателем наноситься, даже самостоятельно это можно сделать. Можно относительно недорого в бюджетном варианте сделать себе полы стойкие к истиранию. И потом, когда там появится денежка, может быть их как-то доапгрейдить. С другой стороны, а может тебе не придется. И будет достаточно вот этого, какого-то такого полимерного покрытия, по которому ты будешь ходить. А он, кстати, даже по ощущениям, ну больше такой к резине, по ощущениям. Но сам бетон уже будет скрыт. Это какое-то прорезиненное покрытие. Есть, конечно, еще покрытия типа корунда, которые втираются в полы. Но здесь нужно понимать, что это решение для больших пространств, для торговых центров, там каких-нибудь производственных складских помещений, куда заводят специальную машинку, все это дело шлифуют. В домашних условиях это сделать будет достаточно сложно. Но, опять же, в гараже можно сделать отшлифованные высокомарочные полы. Просто их грунтую, чтобы они не пылили, и оставляешь его как есть. И в принципе, в них ничего не будет. Это если у тебя бетон высокой марки. Поэтому с бетонными полами это прям отдельный такой сегмент нужно понимать. Здесь в завершении нужно обязательно тебе пояснить такой важный момент. Для чего тебе нужно понимать, из чего у тебя будут полы. Когда мы строим себе дом, существует конструкция пола. Например, если пол по деревянным лагам, это одна конструкция. И высота финишная будет лаги плюс деревянная доска. Если у тебя, к примеру, в бетонной основании ты хочешь штучный паркет себе, или там, ладно, фикс ним, пускай будет просто доска напольная, дорогая, дубовая, то у тебя будет выровненное бетонное основание, отшлифованное, обеспыленное, потом будут несколько слоев фанеры, и потом только финишное покрытие. Это такой ощутимый пирог. Его высоту тоже нужно подбирать, чтобы у тебя везде, во всем доме, пол был в одном уровне. И когда у тебя делают твои черновые полы, точнее говоря, не черновые, а это там черновая стяжка под финишную отделку, ею выводят именно уровень с учетом того, где какое покрытие будет. Потому что под плитку там одна высота, под деревяшку другая высота. И эти вещи тоже нужно понимать еще на этапе вот этих черновых работ. Плюс понимание, что ты можешь спрятать в полы, что ты можешь, например, спрятать в плинтуса. Но плинтуса это уже история по стенам, и это будет в следующем выпуске. Поэтому не забывая подписаться, ставить колокольчик, и мы с тобой в следующем выпуск возьмем, что делать со стенами, и что делать с потолком. Такие у нас небольшие интерьерные советы. И здесь, перед финальным глубокомысленным выводом, хочется сказать огромное спасибо вот этим замечательным людям, которые поддерживают наш канал и позволяют нам создавать больше нужного контента. Специально для тех, кто очень беспокоится, что у нас появилась реклама, и донаты нам не нужны. Ребят, нам нужно максимальное количество денег для покупки того же самого оборудования, для выездных каких-то сессий. Это все дорого. И да, мы поэтому и вешаем донаты. И в конце концов, донатеры это те люди, которые вот... Я когда вижу донаты, для меня это прям вот сердечко, прям сюда мне попадает. Я понимаю, что кто-то готов поддерживать нас не только там добрым словом, лайком в комментарии или там хайпом, но и помогать нам создавать контент. Я считаю таких людей соавторами. Поэтому этим ребятам честь и хвала, спасибо вам большое. Тем, кто хочет к ним присоединиться, вот ссылочка на донаты welcome в описании. Финалочка. Когда ты проектируешь, думаешь о своем будущем доме, надо все-таки понимать, что у тебя будет на полах. Еще даже, возможно, на этапе, когда ты только выбираешь тип перекрытия, например, какого был дома, там еще дом даже не строится. Либо, если у тебя уже в какие-то данности ты попал, ну, к примеру, у тебя там деревянные перекрытия, и казалось бы, блин, ну по ним только деревянные полы можешь делать. Не, нифига, по тем же самым деревянным полам можно делать совершенно спокойно бетонные полы, так называемые плавающие. Там делается какое-то основание типа USB или CSP плит, дальше там утеплитель и какая-то финишная стяжечка бетонная. И это классный вариант для деревянного дома, потому что вот это бетонное основание с плавающими полами добавляет немножко теплоемкости самому устроению телеком, и это очень здорово работает с каркасными или там деревянными домами. Это какой-то аккумулятор тепла у тебя в доме, и это хорошая штука, и можно, в принципе, не обрекать себя там, условно, только на деревянные полы, а понимать, что ты можешь и в среднеценовом диапазоне уже что-то сделать. Планируем, что мы хотим получить, думаем, как к этому прийти, подписываемся на канал, не забываем все это дело отслеживать, а за сим, господа, напоминаю, что это наша стандартная пятиминутка, всех обнял, девчонки, хорошей вам половой жизни. Ну что я могу сказать, половая жизнь это класс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!